Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструменты 59. Сегодня я хотел бы снять краткий обзор. Обзор у нас будет посвящаться шлифовальной угловой машинке от производителя Leps. Данный обзор мы снимаем для человека, который планирует приобрести данное изделие у нас в магазине. Но так как он находится в сельской местности, возможности приехать где-то посмотреть ее внешне, оценить там качество исполнения этой модели угловой шлифмашины у него нет. Вот от него поступила к нам такая просьба. Мы, конечно же, отказать ему не можем. Решили специально для этого человека этот обзор снять. Давайте посмотрим упаковку изделия внешне. Машинка предназначена для резки элементов металлоконструкции. Также указано, что это изделие у нас идет профессионально. Здесь мы видим, что гарантия на все изделие 2 года. Ну и, конечно же, здесь указано на самой коробке изделия, что данный инструмент сделан в России. Также есть небольшие технические характеристики, что этот круг у этой шлифмашинки идет 230 мм. Максимальное количество оборотов идет 6600. Так, что еще? Обратите внимание, ребята, что с этой стороны коробки изделия указана дата изготовления. Дата изготовления именно этой шлифмашинки идет январь 2018 года. Ну и, конечно же, весь электроинструмент этого производителя также запечатан заводской пломбой. На пломбочке указана сама модель, это МШУ 2-230 мм. Ну и, конечно же, эта шлифмашинка идет с плавным пуском. Обратите внимание, пломбочка здесь вот не полностью нарушена. Это говорит о том, что эту шлифмашинку до нас никто не вскрывал. Давайте попробуем ее открыть, осмотреть внешне, попробовать подключить к сети, посмотреть на звук работы этого изделия, посмотреть, как редуктор шумит. Торгуем мы этим электроинструментом уже давно. Электроинструмент зарекомендовал себя как с хорошей стороны, надежный, качественный, профессиональный. Также, друзья, забыл, посмотрите, с этой стороны коробочки указан завод-изготовитель, где он производится. Это город Киевер. То есть все данные, ссылка на официальные есть в сайте, есть электронная почта. Если какие-то будут вопросы, касающиеся этого инструмента, не стесняйтесь, можете прямо по горячей линии им задавать их. Ребята отвечают быстро, так как сами понимаете, что сейчас на рынке конкуренция по электроинструменту очень большая. Давайте откроем ее. Коробка выглядит это все вот так, сама болгарочка лежит у нас вот так вот. Здесь, что идет в комплект поставки, это, конечно же, инструкция по эксплуатации. Она идет у нас на русском языке, так как этот электроинструмент производится в России и рассчитан на рынок российский. Инструкция достаточно толстая, ознакомиться со всеми техническими характеристиками. Я думаю, перед эксплуатацией такого изделия нужно обязательно. Также здесь у нас идет комплект поставки изделия, он здесь указан при покупке в магазине, обязательно проверяйте этот комплект. Мы, конечно, перед отправкой все это делаем, чтобы при получении к нам никакой претензий не было. Также на паспорте изделия, еще раз повторюсь, указан адрес производителя, то есть можете внимательно посмотреть, я думаю, все здесь видно. Гарантийный талон идет также в инструкции по эксплуатации, здесь стоят штампы. Так, что тут еще есть? Так, 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 проверка, что вот тут тоже указано, что эта шлифмашинка пришла. Ну и, конечно же, в паспорте указаны все адреса специализированных сервисных центров. Список достаточно большой, так как этот электроинструмент продается практически в каждом регионе нашей страны. Давайте посмотрим, что у нас еще идет в комплектацию. Это идет ручка, ручка идет обычная, пластиковая, ничего здесь нет. Так что, думаю, не стоит разговаривать. Ключ для болгарки идет в таком вот завернутом свертке бумаги. Здесь у нас идет вот сам ключик, такой вот ключ идет, две гаечки прижимных, болт, для чего этот болт нужен, мне пока непонятно. Посмотрим, и резиновая прокладочка. Сворачиваем все обратно. Кому будет интересно в приобретении этого изделия, к нашему видео будет ссылочка. Можете посмотреть, провалиться к нам на официальный сайт и узнать стоимость этого электроинструмента. Само изделие выглядит вот так вот, обратите внимание, ничего здесь сверхъестественного нет. Щеточный узел выполнен вот таким вот образом. С двух сторон щетки в период эксплуатации можно самостоятельно осмотреть на их износ. Ну и если, конечно же, износ очень сильный, рекомендую их сразу же заменить. По расходникам проблем также нет. В каждом специализированном сервисе эти расходники, щетки, все есть. В нашем магазине это тоже есть. Шильдик изделия на корпусе указан. Также указано, что здесь сделано все в России. Город Киров. Есть серийный номер изделия. Обязательно при покупке обращайте внимание, что в паспорте он был указан. Сам редуктор выполнен. Вот так вот. Конечно, как-то необычно, но еще раз повторюсь, эти шлифмашинки пользуются огромным спросом на рынке. Работают они тоже неплохо. Давайте попробуем. Кабель 2,5 метра. Кабель идет очень мягкий, запаха никакого китайского нет. Уверен, что при использовании такого инструмента при минусовой температуре этот кабель не лопнет, не треснет и не подведет вас. Мога у нас выключена. К сети мы ее подключили. Смотрим. Еще раз повторюсь, что у этой модели установлен плавный пуск. Рывка у нас не должно никакого быть. Но это и действительно так. Смотрите, нажимаю на клавишу. Плавный пуск. Мощность чувствуется. Так что, друзья, надеюсь, благодаря этому видео наш покупатель сможет определиться и убедиться, что качество этого инструмента на уровне. Так, стоп. Мы еще забили про кожух. В комплектации к этому инструменту идет кожух. Так что без этого кожуха использовать такой инструмент нельзя. Ну и, конечно же, тот болт, который был у нас в комплекте с ключиками, он идет вот сюда, чтобы этот кожух на нашу шлифмашинку закрепить. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, друзья, хочу еще раз попросить, если, мало ли, кто-то хочет приобрести какой-то инструмент, неважно в каком магазине, в нашем или в другом, и у вас нет возможности его осмотреть внешне, обращайтесь к нам на канал. Мы это для вас сделаем. До скорых встреч. До встречи.